А теперь, кстати, вот те люди, которые использовали Не хочу сказать, что это моя методика Промывать нос мочой, это не моя методика Она была давным-давно изобретена Много тысяч лет назад Я просто ее сам применил И сказал, что она вот так вот действует Давайте почитаем Анна Зубакина Петрович Еще раз пишу, не могу промолчать Моей доченьке 45 лет В детстве переболела краснуха И у нее осложнение гайморит Лежала в больнице не один раз Почему? Ну почему? Больница Из-за неправильного подхода Вас будут лечить, лечить, лечить Не понимаю ни причин, ни следствия Вот она В чем сила того, что я вам говорю Ну там еще много различных вещей Ну ладно, не будем так сказать Лежала не один раз Пробивали Лечили И наставили на операции Я не согласилась Представляете? Вот начинается с малого А если не помогает то Вот это давайте А если не помогает это А давайте отрижем тогда И все там что-нибудь Исковеркаем человека и все Сделаем его инвалидом Ну мы вот туда доберемся Ну на причину-то вы не влияете Ну что ж вы уперлись Я просто удивляюсь Вот этому всему Что сейчас-то творится Причина как была Так и осталась В 90-х годах Познакомилась с вашими трудами Сделала глину с мочой Компресс Подержала 30 минут Больше не смогла Ей тогда было 22 года И по сей день Она не знает Что это такое Слава Богу Я обязательно напишу О своих результатах По вашим трудам Благодарю вас За вашу работу Для нас огромнейшее здоровье Долголетие и так далее С уважением Анна Зубакина Вот тут можно сказать Знаете Рецепт С вот этим всем Попал в точку Тут не была проделана Работа Как я говорил По чистке кишечника По чистке печени По нормализации Микрофлоры Я вам рассказывал Сколько про тмин Пожалуйста Тминчиком Тминчиком Чтобы микрофлоры Было нормальное Я лично Применяю Доволен Как это Как слон Вот такое письмо Вернее Этот самый Его нельзя пропустить Как бы сказать Нельзя говорить Только вот Хвалебные 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 Надо разбираться Во всем Итак Игорь Горбатенко На Вот Гайморит Петрович Аккуратнее С табачком Нюхательным Серьезные Многолетние Исследования На большом количестве Людей Сравнивание Применяющих Бездымный Табак И не применяющих Показали не очень Оптимистическую Картину Помимо Формирования Зависимости От никотина Который Возникает Существенно Быстрее По сравнению С обычным Курением Применение Нюхательного Табака Повышает Риск Возникновения Онкологической Онкологии Носовых Полостой И поджелудочной По данным Международного Агентства Исследования Рака Бездымный Табак Повышает Смертность От многих Причин Помимо Рака Кстати О вреде Бездымного Табака Неоднократно Предупреждал Как наш Минздрав Так и ВООЗ Это на всякий Случай Если вдруг Кто не знал Так вот Смотрите Я знаю Людей Которые Регулярно Практически Применяют Нюхательный Табак И знаете Они Это Дожили До Довольно Таких Больших Этих Лет А в данном Случае В данном Случае О чем Идет Речь Речь идет О том Что мы Курсом Используем Вот этот Нюхательный Табак Для того Чтобы Вот это Все Подавить От Разного Рода Инфекции И Вдобавок Знаете Вот Опять-таки Опираясь На свой Личный Опыт На Высказывания Других Людей Я Особо Вот этого Ничего Такого Не встречал И плюс Все Заключается В курсе И в дозировке Я не знаю Какой Дозировке И курсе Они там Применяли И Насколько Эти Все Будем Говорить Данные Прямо Скажу Фальсифицированы Вот Насколько Они Потому Что Если Грубо Говоря Народ Узнает О том Что Это Действительно Работает Как Я Вам Ошимовать Это Там Метод Или еще Какого-то Средства И так Далее Но В любом Случа В любом Случа У вас Есть Свой Собственный Ум Вы Можете Попробовать Посмотреть Убедиться Проявить Свою Рассудительность И решить Стоит Ли Вам Этим Заниматься Или Не стоит И Сколько Стоит Заниматься То Это Очень Важно Информация Информация Действительно Много И вот Есть Вот Такая Информация Есть Прямо Противоположная Информация А как В ней Разобраться А вот Разобраться Немножечко Попробовали И Начинаете Убеждаться Это Да Или Это Нет Но Опять Таки Табачком Табачком Не забывайте О том Что Гайверовые Пазухи Выделяют Слизь Которая Образуется От В основном Неправильного Пищеварения Если Вы начнете Питаться Правильно Если У вас Все Полноценно Переваривается То Нету Слизи Вот Этой Болезнетворной Которая Так или Иначе Там Собирается Выделяется Увлеченный Рыбалкой Пишет И еще Может Кто Прочитает И будет Ему Полезная Информация У моего Сына В детстве Была Операция Пробивали В носу А почему В детстве Потому что Детство Это такой Как бы сказать Возраст Пищеварение Еще Слабо Организм Сам Такая Как бы Слизистая Субстанция И плюс Если еще Молочко Там Ребенок Пьет И прочее 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 И Безобразно Питается Вот так Вот Мишанина Я уже Сказал Чай С разного Рода Булками И так Далее И подобное Вот Обязательно Будут Вот эти Сопляки Обязательно Редко У кого-то Происходит Значит Пробивали В носу Болезненная Операция Аденоиды Это уже Аденоиды Еще Через Некоторое Время Дошло Снова До Операции О чем Я вам и Говорил Я не Позволил И сам Взялся Лечить Утреннюю Мочу Сына Закапывал Ему В нос Затем Полоскание Горла Соответственно И себе Делал Должен Будь Для него Пример И все У него Прошло Такая Вот Простая Процедура Сына От гайморита Ему Сейчас 30 И Проблем С носом Не возникает Знает Как Лечиться Всем Здоровья Продолжение следует Продолжение следует